Библейский портал экзегет.ру представляет 21 глава книги «Исход» для библейского портала «Экзегет». Читаю перевод российского в библейское общество. 21-й идут более конкретные законы. 20-я, знаменитая 20-я глава, 10 заповедей. Кто же ее не знает. И мы уже обратили внимание в прошлый раз, на прошлой главе, что в этих 10 заповедях вроде бы такие высокие принципы. И тут же рядом какая-то мелочь. Жертвенники строятся только из земли и камней, не из металла. Не поднимайтесь по ступеням на жертвенник. Но у всего этого есть свои объяснения. И вот дальше, как это ни странно, но законы расположены без видимой, с нашей точки зрения, упорядоченности. Все подряд. Но на самом деле, может быть, некоторая степень важности этих законов определяется их порядком. Итак, 21-я глава. Вот законы, которые ты должен им дать. Дальше уже конкретные правила по конкретным поводам. 10 заповедей общей принципы. Если ты купил раба еврея, пусть работает на тебя 6 лет, а на 7-й год ты должен отпустить его на свободу без выкупа. Хм, мелочь. А с другой стороны, нет, смотрите, народ получает закон как нечто единое. Единый закон, единый народ. И в этом народе могут быть рабовладельцы и рабы, получается. Как выстраивать эти отношения? Вот не должны быть рабы, которые безусловная собственность. Рабство — это контракт на 6 лет. И это параллель с субботой. То есть 6 дней работы, 7-й день суббота, Господу Богу твоему. 6 лет работает раб, а на 7-й день, год он освобождается. То есть фактически это трудовой срочный контракт, а не система рабства. Потому что человек не может быть имуществом. Но пока это касается только народа. Вот еврейского народа, потому что иностранцы, иноземцы могут быть рабами. Более того. Дальше рассматриваются разные варианты. Конкретные варианты. Если он пришел один, пусть уходит один. А если пришел с женой, то вместе с ним пусть уйдет и жена. Если хозяин дал ему жену, и она родила детей, то жена и дети принадлежат хозяину, а раб пусть уходит один. Ну, то есть сохраняется прежний статус. Свободный временно стал рабом и освободился, а те, кто родились рабами, значит, это иноплеменники ими останутся. Если раб скажет, я привязан к хозяину, к жене и детям, не хочу на свободу, то пусть хозяин подведет его к Богу. Пусть подведет его к двери или к дверному косяку и там проколит ему ухо с шилом. Тогда он сделает своего рабом навсегда. Вот вариант для человека остаться в рабстве. Нам кажется, зачем это? Да очень просто. Человек нищий не мог себя просто прокормить. А тут его, допустим, неплохо, ну, по тем меркам, кормят. Да, тем более, если у него в рабстве завелась жена и дети, которые были уже рабами, да, жена была уже рабом, поэтому, рабыней, поэтому он не может ее забрать. Ну, и он хочет остаться со своей семьей, это тоже возможно, да. То есть, вот, смотрите, сразу предлагаются конкретные варианты и предлагается выбор для человека. А дальше еще очень интересно. Смотрите, здесь же говорится о мужчине, а женщина-то она менее свободна, потому что она еще слаба, потому что общество патриархальное, ей нужны дополнительные какие-то меры защиты. Если один человек продал свою дочь в рабство другому, то она не может уйти от хозяина так, как уходят рабы мужчины. Если она не понравилась хозяину, а он предназначал ее себе в жены, то пусть позволит ее выкупить. Он не вправе, отвергнув ее, продать ее чужим. То есть, смотрите, здесь уже дополнительная такая защита, что женщина остается с этим хозяином, но он не вправе ее продавать на сторону, только ее родня может ее выкупить. С чем это связано? Ну, видимо, с тем, чтобы женщины, девушки красиво не делались с ходовым товаром, да, который выгодно приобретать и перепродавать. Если он предназначил ее в жены своему сыну, пусть обращается с ней, как с дочерью. Если хозяин возьмет себе другую жену, то пусть сохранит за той прежнюю долю мяса, одежды и место в доме. Конкретные социальные гарантии, да, чтобы не было так, вот, увидел красивую девочку, женился, ну, потом время прошло, поднадоело она, состарилась, вторую, третью такую, а эту пинком вышвырнуть. Нет, даже рабыня, она имеет свои права. А если он не сохранит за ней этих трех вещей, напомню, мясо, одежда, место в доме, не хлеб, даже мясо, самая ценная в то время пища. Если он не сохранит за ней этих трех вещей, то она может уйти от него без выкупа. Стало быть, она освобождается, если с ней недостаточно хорошо обращаются. Вот вам социальные гарантии, да, вот вам принцип человек одновременно и образ Божий. Всякий, кто ударит человека так, что тот умрет, должен быть предан смерти. Принцип, который мы здесь видим, жизнь священна, личность неприкосновенна, поэтому за убийство, соответственно, смертная казнь. Но бывает же убийство по неосторожности. Если ударивший не замышлял убийство, так уж получилось по воле Божьей, он может найти убежище. Я назначу вам место для этого. Но если он убил намеренно, то предай его смерти, даже если он будет искать защиту возле моего жертвенника. В древности было представление, что эти священные места, святилища, они дают защиту. Нельзя казнить или даже арестовать человека, который держится за жертвенника. А здесь принцип какой? Вопрос не в том, как он себя ведет. Вопрос в том, он замышлял убийство или нет. Если случайно, то будет дана возможность ему дальше как-то жить. А если он замышлял, то вот тут уж, извините, нет никакого другого выхода, потому что жизнь священна. Более того, всякий, кто ударит отца или мать, должен быть предан смерти. Всякий, кто украдет человека и продаст его, либо у него найдут украденного, должен быть предан смерти. Всякий, кто оскорбит отца или мать, должен быть предан смерти. Смотрите, в отношении отца и матери жесточайшие требования оскорблять или ударять нельзя. За это смертная казнь. Ну вот, может быть, тот же самый принцип, о котором мы говорили. Нужно быть благодарным за жизнь. Вот отец и мать, те люди, которые тебе эту жизнь дали. И свобода украсть и продать человека, похищение, тоже смертная казнь. Потому что тут человека лишают свободы жизни, как физической жизни. Либо человек неблагодарен за собственную жизнь, либо он лишает человека свободы. Это все карается смертью. Дальше. Вот ситуация не с убийством, а с увечьями. Если во время ссоры один человек ударил другого камнем или кулаком, но тот остался жив, хоть и слег, а потом поднялся и выходит из дома, опираясь на костыль, то ударивший не подлежит наказанию. Он должен лишь оплатить время, что тот проболел, и обеспечить ему лечение. Вот дальше очень интересно. У нас будут разделяться принципы, в принципе, будут разделяться преступления против личности, только что мы читали про смертную казнь, и против, скажем так, имущества. И преступления против личности – обычное наказание, смертная казнь. Но иногда смягчается. Вот если, скажем так, временная нетрудоспособность просто оплатит лечение и время, которое человек провел в нетрудоспособном состоянии. Правда, это не касается рабов и рабынь. К сожалению, здесь еще у нас рабовладельческое общество. Если хозяин ударит палкой раба или рабыни, и те умрут на месте, с него нужно взыскать за эту смерть. Но если раб или рабыня проживут после этого еще день или два, то за их смерть взыскивать не нужно. Раб – это имущество хозяина. Нам кажется жестоким. Мне кажется, тогда скорее оказалось строгим по отношению к рабовладельцам, что наказывается, правда, не сказано как, наказывается убийство рабы или рабыни. Вот то, что еще в России XIX века, когда там запарывали крепостных насмерть, уже в Ветхом Завете наказывалось. Раба нельзя было забить до смерти. С точки зрения многих древних культур, это абсурд. Если раб – имущество, то я же могу свое имущество уничтожить. Кто мне мешает? Раб – тоже такое имущество. Нет в Ветхом Завете раб – человек. Да, он не равен свободному, и много раз мы это увидим, но просто так убить его тоже нельзя. Если мужчина во время драки заденут беременную женщину, у нее будет выкидыш, но сама она не умрет. Если умрет, это убийство, и, соответственно, карается. Но сама она не умрет. То пусть виновный заплатит за выкидыш столько, сколько назначит муж этой женщины. А если женщина умрет, то должна дать жизнь на жизнь. Значит, за неродившегося ребенка выкуп. Да, вот неродившаяся еще не совсем личность. Мы, может быть, об этом будем спорить, но вот тогда это понималось так. Ну, а дальше идут стихи, которые обычно всем хорошо известны. Глаз за глаз, зуб за зуб, за руку рука, за ногу нога, ожог за ожог, рана за рану, ушиб за ушиб. Как обычно понимается, что, ну, жестокий Ветхий Завет, вот человек причинил другому увечья, ему должны причинить такое же увечья. Да? Да, имеется в виду ровно это. Но смотрите, сегодня, как правило, люди, которые потерпели какой-то ущерб, они стараются причинить еще больше ущерб. Тебе зуб выбили, а ты стараешься всю челюсть своротить обидчику, да? Особенно это вот в международном праве, да, там, когда отвечают с избытком, отвечают так, чтобы вообще никогда неповадно уже впредь было нас обижать. А здесь все ограничено. Выбили тебе зуб, выби зуб. Ну, а два уже не можешь, да? Потому что преступления против личности, они должны караться достаточно адекватным возмездием. Против имущества там будут другие варианты. Рабов не касается. Но если хозяин ударит раба или рабыни, повредит им глаз, то за этот глаз он должен отпустить их на свободу. Если хозяин выбит зуба рабы или рабыни, то за этот зуб он должен отпустить их на свободу. Смотрите, у них тоже есть достоинства. Хозяин имеет право лупцевать своих рабов, как сидоровых коз, но без увечий, да? Если он не жалеет их достоинства, не щадит его, то освобождают. Даже в рабстве у человека есть права. Нас бы древние римляне вообще не поняли, потому что там у рабов нет никаких прав. Сама концепция прав раба настолько же бессмысленна, как для нас права мебели, например. Ну, вот мебель, какие у нее права? Она же неживая, да? Вот раб, какие у него права? Он же собственность. А в Ветхом Завете есть. Неравные правам свободных нет, но хотя бы так. Дальше почему-то про быков. Долго и подробно. Если бык забодает насмерть мужчину или женщину, то быка нужно забить камнями, мясо его есть нельзя. Смысл понятен. Животное, которое убивает человека, ну, мы, наверное, сюда добавим каких-нибудь спидбулей, его надо убить, потому что человека убивать нельзя, да? Но и сегодня тоже, конечно, животное, которое причиняет смерть людям, будет, несомненно, усыплено или там застрелено, да? Почему мясо его есть нельзя? Потому что оно нечистое, потому что убийство оскверняет. Более того, хозяин быка не в ответе. Ну, бывает, что бык взбесился, да? Но если бык прежде был бодлив, и хозяина предупреждали об этом, он не смотрел за быком, и тот забодал мужчину или женщину, тогда быка нужно забить камнями, а хозяина предать смерти. То есть это уже не неосторожность, это уже не случай. Это уже причинение смерти по безалаберности, да? Он знал, что могло произойти, но ничего не постарался сделать, чтобы избежать. Впрочем, если на хозяина наложат выкуп, то пусть он уплатит, сколько будет назначено, и тем выкупит свою жизнь. Так же следует поступить, если бык забодает сына или дочь главы семьи. То есть, смотрите, потерпевшая сторона, родственники погибших имеют право договориться о деньгах. Но имеют право, а не обязаны, да? Потому что, в принципе, наказание за причинение смерти по неосторожности тоже смерть. Если бык забодает раба или рабыню, то хозяин быка должен уплатить хозяину раба 30 шекелей серебра, а быка нужно забить камнями. Рабы снова у нас, к сожалению, собственность. Если хозяин оставит яму для воды открытой или выкопает яму, но не закроет ее, и туда свалится бык или осел, то хозяин ямы должен возместить стоимость животного, а тоже пусть забирает себе. Ох, как мне нравится эта норма, особенно в связи со всякими ремонтами и бесконечными городскими работами, которые проводятся. И там порой и люк открытый, и все что угодно. Вот это все убийство по неосторожности. И если, соответственно, туда падает кто-то или что-то, то возмещается полная стоимость. Если бык забодает насмерть чужого быка, то пусть их владельцы продадут живого быка, а выручку, как и тушу, поделят поровну. Ну, то есть, ну, бывают среди животных, да, что ж теперь обвинять кого-то. Но если про быка и прежде знали, что он бодлив, то пусть хозяин, не смотревшись за быком, возместит ущерб, отдаст быка за быка, а тушу пусть забирает себе. Тоже важнейший принцип. То есть, до сих пор законодательство держится, во многих прошлых эпохах о нем забывали. Это принцип мотива, да. Есть мотив, значит, это осознанное преступление, убийство целенаправленное. Или сведения, полученные сведения, была информация, что бык бодлив. Да, было тогда все, что хозяин быка не сделал, понимается, как его осознанное упущение. Не то, что, ну, не знал, извините, а вот знал и не исправил. В 22 главе, конечно, продолжатся эти нормы. Субтитры создавал DimaTorzok